Вот здесь идёт имбирь. Вот он, вот он, вот он, и вот он вот сюда вот снимает. Жёлтый, да, он. Жёлтый. И вот сюда вот он всё, в северский. Вот это со жёлтого. Даже со спутника, видите, со спутника даже другого цвета вода. Свет другой даже. В Полевской приехал депутат Госдумы Российской Федерации, член Центрального штаба и координатор Центра Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенёв. На площади Ленина гостей встретили активисты-пенсионеры с заранее заготовленным снимком с космического спутника. На нём был обозначен найденным ими фонтанирующий гейзер на месте небольшого лесного озера, именуемое Южным Провалом. Вот выше по ручью, будем говорить, есть предприятия. Вот одно из них на Гумёшевском руднике. И вот вода... Обнаружили гейзер там, да? Да, гейзер. Воза там нечистая, грязная, да. В феврале эксперты ОНФ при содействии независимой лаборатории сделали заборы из ядовитого гейзера, водоизлива рядом с промышленной зоной впадающего водохранилища, а также из самого пруда. Как выяснилось, содержание опасных металлов в воде, которую использует местный водоканал, превышает предельно допустимую концентрацию в сотни раз. Так, железо содержится в 123 раза больше положенного, свинца – в 119 раз, кадмия – в 115, алюминия – в 9 раз. Очень жаль, что видеокамера не может передать тот аромат, который источает гейзер. При приближении к источнику чувствуется резкий запах серной кислоты. Из самого центра фонтанирующего источника был взят образец жидкости для лабораторного анализа. Самый элементарный анализ был проведен прямо на месте. В добытую жидкость окунули лакмусовую бумагу, и та моментально поменяла цвет с бледно-желтого на фиолетовый. Характерный признак наличия кислоты. Обратите внимание, это кислота. Вот она. По идее, должна быть вот такого цвета. Это нормальная. Нормальный показатель у нас вот такой получился. Из него выходит какая-то жидкость. В этой жидкости предельно допустимые концентрации увеличены не только в десятки, а в тысячи раз. Так, например, по меди в 94 тысячи раза превышена предельно допустимая концентрация. И когда ребята брали у нас анализ ее, то получилось, что практически это не жидкость, это серная кислота, в которой еще вкраплены элементы металлов. Это очень вредная, опасная жидкость. После выезда на место экологического бедствия Владимир Гутенев провел в Екатеринбурге совещание по этой проблеме. Участники разработали план мероприятий по решению вопроса загрязнения пруда. Для ускорения решения экологической проблемы региона ОНФ планирует направить обращение к министру природных ресурсов и экологии России, а также в Следственный комитет страны с требованием провести проверку данной ситуации. Алина Меньшина, Константин Миронов. Новости. Твой день.